На сегодня получается, конечно, не день в день, но до 1200 доставок. 800 и вот в этом диапазоне. А про что бросить? Еда, гигиена, питание детское, конечно. Гигиена, понятно, разная. Препараты, особенно не хватает сердечно-сосудистой категории, диабетика, эпилепсия. Это дефицит. Вода не поступает, поэтому у нас условия такие вот. Канистры. Ведра, канистры набираем с водой с верхних этажей. Ведра, да, мальчики почистили на максимально унитазы. Как это можно? Там разбит рукомойник, рукомойника нет. И это когда вот тихо, спокойно, нас 30. А кто еще приходит? А когда начинает громко, так у нас тут бегут из соседних домов, из частного сектора, из девятиэтажки. Волонтеры приезжают и привозят нам и воду питьевую, и вечером привозят нам готовые обеды тоже, ребята. Огромным спасибо. Вообще это очень сильно спасает. Вот. То есть продукты, естественно, опционально нужны, потому что мы никто не работаем. У нас как бы все остались без работы. Вот. И я, и Ира, и мы все, вот вся молодежь остались без работы. Были в разных очень подвалах. И этот подвал, который видели, это было убежище. Можно сравнить что-то, можно сказать, что это относительно пристойное жилье. Потому что мы были в подвалах, в общежитии в другом, там нет вообще никакого света. И также подвалы в школах. Люди стараются как-то их облагородить, но это высота, опять же, я не могу ходить там ровно. А люди там живут. Пока-пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо.